всем привет еще раз потому что это у меня еще суббота продолжается моя суббота я просто продолжаю снимать дальше влог все посылки которые я ждала но вернее которые сабрины были которые мне и все получили мои я вам уже показала а сабрина но она наверно покажет сама наверно будет опять делать такую распаковку и наверное будет снимать на свой youtube канал так как она также как и телефона на свой снимала но а сейчас я поеду в кауфлан наверно съезжающим поеду в сторону гельхаузена заеду в русский магазин если мне повезет куплю укроп что я еще там хочу купить такого но не знаю я там посмотрел что-нибудь что еще сало очень сильно хочу салом а когда у меня сало в холодильнике есть и я тогда только сало и куша мне как бы сало ну и как бы нельзя поэтому не знаю сейчас еще позвоню володя знаете он иногда берет заказывает не вид купи сало я покупаю потом берет его и не кушает а я потом ну ближе сало чушь его не есть то я проберу и вот такая вот я поэтому позвоню володе спрошу может быть он что-нибудь еще закажет сегодня на ужин не знаю что буду делать на ужин может быть куплю в кауфланде готовые хаксы на эти рульки запеченные очень очень вкусные иногда иногда мы покупаем не очень часто но иногда мы покупаем зависимости все от цены если они будут там одна рулька стоит по 10 уровня я не буду их покупать у меня лежит маринованное мясо в холодильнике если что я пожарю маринованное мясо в холодильнике я пожарю то мясо которое у меня лежит в холодильнике она мариновано тут что-то я тут наговорила все мои хорошие ну поехали на улице у нас сегодня более менее тепло солнечно на улице у нас 16 градусов на так не мои часы показывают кошелек самое главное сделать теперь можно ехать мне еще нужно будет купить коробки для переезда в принципе да я ела туда только из-за этих коробок но мне не нужны не для переезда для того чтобы упаковать сабрина на вещи потому что наш все равно когда-нибудь съедет в свою квартиру и она всю посуду новую покупала стаканы все покупала новые тарелки ну и кто раньше смотрел наше видео это было год назад но не буду я их выбрасывать а потом она через год или через сколько там два когда захочет брать себе квартиру опять все это покупать поэтому ну как-то это нерационально совсем поэтому я хочу это все запаковать поставлю на чердак а потом когда она захочет переехать она возьмет все готово и у нее уже все будет в общем как-то так все поехали позвонила сейчас володе хотела сказать что я поехала в русский магазин что заеду в кауфлан ну что может быть что-нибудь купить ну может быть чего-то он хочет а он трубку не взял но он сейчас увидит что я ему звонила и мне перезвонит знаете я знаю какой у него будет ответ сказать купить что-нибудь вкусненького все а что это вкусненькая и так всегда что приготовить ой приготовь что-нибудь вкусненькое я же все кушаю вот и все сабрина сегодня еще будет в манхайме гуляют они там с девочками не ну пойдут сегодня гулять вчера то она дома была после тренировки вернулась а домой уже поздно еще что устояла но в пробке поэтому была дома сегодня ну наверно куда-нибудь пойдет нож не наверно точно кровать кстати забрали все нормально от кровати избавились все там осталось в квартире так что там осталось космеи и туалетный столик зеркалом остался 1 икеевская такая тумба такой как стеллаж матрас этот которого я просто в прошлый раз сказал надо сжечь я не знаю как мы его перевезем ли не перевезем нужно будет со времени сказать может его кто-нибудь заберет чтоб его не перевозить на чем не знаю короче война план покажет все поехала я в гельхаузен по магазинчикам потом что куплю покажу вам естественно вот так у меня сегодня получит у меня сегодня получится для вас два раза записать видео пришлось мне взять самый большой размер потому что тот размер который поменьше не было ночью и сюда за зря что ли приехал я хоть так взяла дела короче три коробки заплатила почти девять урани по 270 но мне надо мне там материала очень много которые я бы тоже такую коробку положила несколько запаковала все сейчас заеду в калфант а потом в русский володя попросил купить морскую капусту я приехала в калфант сейчас посмотрю что-нибудь так как я сегодня не закупалась может быть я куплю здесь хлеб хлебобулочные изделия какие-нибудь из продуктов не так в принципе не особо что нужно но если что-то увижу то еще возьму купила это грильная рулька гриль хакса сейчас расскажу такой юморит попался там в этом в весном отделе вот этот сок был со скидкой 219 по моему что ли я взяла тушенку это свиная тушенка не помню поскольку по моему 249 я взяла 4 банки такой вот дикмельх это что-то типа такой простоквашу наверно володя вечером сахаром на мешает что-то мне захотелось вот таких супчиков я взяла 4 штуки по 55 центов они были такой сок я взяла две бутылки бутылки я эти не выбрасываю но вы уже знаете я в них там или сухие продукты какие-то храню или ну вот делаю этот напиток из из имбиря я нашла вспомнила вернее не то что нашла просто вспомнила эти маленькие куриные штучки и печень взяла печень я лично ну сабрина кстати тоже а володе печени нет девочки кто но никто не успеет в кауфланде меня масло вот это вот ланд либо в ангиботе по 2 айра 19 но можно брать только по 3 штуки я взяла две упаковки вот эту вот лапшу такую я люблю просто отваривать и с каким-нибудь соусом и взяла глаз нудель ну люблю хунчозу ну вообще люблю чтоб у меня дома была если вдруг надумал готовить когда фунчозу надо чтоб у меня всегда она была дома все сейчас в русский поедем дядечка попался такой в мясном отделе смешной приколист я ему говорю свай хаксом да но это значит две рульки эти грильных он мне говорит вам но я буду по-русски дать две кошки ягу нет кошки вне дома есть нику 2 хаксы пожалуйста он мне опять вам две кац яку нет ни две гриль аксон он тогда то а вам две гриль аксон да ягу кошки у меня две штуки дома имеются он так ха 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 посмеялся о я думаю вообще когда люди такие позитивные им намного легче жить на этом свете тем более что в нашей такой непростой ситуации всех поехали в русский магазин знаете когда погода в германии меняется кто-то идет в пуховиках кто-то идет в кофтах кто а кто-то ой господи боже мой что же так едешь быстро и непонятно а кто-то идет в таких маечках на тонких лямочках кто-то идет в жилетках пуховых в общем мне сейчас в моем кардигане скажем так жарком я в русский скажу схожу и наверное потом просто просто сниму и потому что жарко мне что-то ехать вроде бы ничего не делала уже устала закупилась в русском магазине вот такой хлебушек взяла первый раз такой беру мягкий мягкий укроп и петрушку такой хлеб темный кусочек сала все-таки по его взяла володя просил сосиски докторские взяла еще капусту хочу сделать салат морскую капусту не забыла вот такая одна баночка стоит 259 я взяла вот такую обыкновенную воду три бутылки я хотела в кауфланде большую такую воду взять знаете такие раньше были 5 литровые такие канистры или ну короче мы когда были в манхайме всегда такую воду я покупала потому что у нас вода была очень плохая и я всегда покупала потому что мы чай ставили варила я на этой воде хотела сейчас тоже купить здесь нету в кауфланде или ее уже убрали или ночью не знаю надо же сейчас еще расскажу я за русском магазине встретилась со своей подписчицы она ведь я вас смотрю вы же ведь ведете канал она говорит но ягод сначала так это думаю ну типа ты не ты и спрашивает вы же ведете ты же ведешь канал ягода виду а лагать ну тогда я тебя смотрю девочки короче говоря ну мы поговорили немножко на чем генской области ну так немножко как будто вы знаете как будто бы друг друга знаем сто лет короче мне нельзя ходить в магазин голодный я же сегодня не обедала я же сначала ждала эти посылки суббота продолжается просто до суббота это еще суббота вечер уже четыре часа вечера короче то что я купила хаксы я же в русский магазин приехала здесь продают шашлык я купила шашлык теперь хаксы мы будем наверно кушать завтра а шашлык будем кушать сегодня сейчас пока пока до дома доеду там глядишь и володя с работы придет и мы покушаем шашлычок мне так пахнет машине очень-очень вкусно все я теперь быстренько до дома это одна порция так выглядит я даже не думала что здесь есть еще салатика здесь оказывается еще есть салат я попробовал салат тоже очень вкусный но это я уже из дома вам снимаю поэтому сразу это видео закачаю после того как я скажу что я купила шашлычок в общем я попробовала шашлык это было выше моих сил ехать в машине нюхать шашлык шашлык я обожаю и короче говоря это было выше моих сил чтобы ехать и не попробовать хотя бы один кусочек я попробую вкусно очень вкусно одна палочка шашлыка стоит 5 или но это если кому интересно но шашлык вкусно дороговато но сейчас все дорого поэтому акцептируем цены такие какие они есть все равно мы больше ничего не можем сделать кроме как акцептировать кроме как смириться с этим делом поэтому как-то так все мои хорошие на сегодня я буду заканчивать сейчас приеду разгружу машину уже будет володя но или подъедет он уже дома много дома он уже сказал мне сейчас звонит и говорит ты уже уехала с русского магазина ягода уехала ладно не разворачивайся ягун у меня вообще-то сейчас такая дорога я тут даже если захочу не развернусь ягода а чё ты говорю хотел капусту говорю я тебе морскую купила ты просил он говорит по дороге прям бегут на ужас какой-то он говорит мороженое пломбир вот видите сладкоежка мороженое пломбир ягу нет володя все пломбира не будет с карамелью его не будет мороженого пломбир с карамелью следующий раз все мои хорошие на этом я буду заканчивать всем пока пока и до завтра мои хорошие